И мы тогда передаем слово Илье Клешниной. Илья, основатель платформы для создания онлайн-школы и курсов Zen Class. Илья, пожалуйста, передаем тебе слово. Здравствуйте все. Хочу поправить, я со-основатель, чтобы никого не обидеть, своего партнера Ярослава. Так, запускаю презентацию. Так вот сначала. Все видно, да? Итак, Сережа нам рассказал про длинный путь Каздева и всего остального, вообще в целом создания продуктов. Конечно, хотелось бы, может быть, мне самому даже послушать подробнее кое-какие нюансы, потому что очень интересно всегда совмещать опыт финансовый и, допустим, какой-нибудь криптоопыт или наш опыт курсов, они разные. Но совершенно справедливо вы заметили, что для НКО, в общем-то, принципы продуктового подхода, они актуальны и стоит их применять, даже если мы привыкли действовать по-другому. Сегодня я хотел бы немножко об этом тоже поговорить на доступных, моему пониманию, примерах деятельности НКО. Вот, что ж, начнем. Непродуктовый подход. Обычно мы действуем так. Мы видим какую-то проблему, потому что нам про нее кто-то рассказал, мы сами подумали, что вроде бы она есть. Решаем, что почему бы нам не сделать сразу все красиво, качественно, лучше, чем у Пети, потому что Петя не понимает, как надо правильно, очевидно, а мы знаем, как правильно. Запускаем это, и у нас либо все получилось, что бывает редко, либо как раз ничего не получилось, мало кому это нужно, или почему-то это работает не так, как мы об этом думали. Вот такой непродуктовый подход, несмотря на то, что науки и IT уже очень много лет, ну, науки, само собой, а IT, в принципе, уже тоже немало, он до сих пор применим, бывает и в науке, и в IT, что уж говорить про другие сегменты бизнеса или общественной деятельности. Продуктовый подход, он, конечно же, скучнее, длиннее и сложнее. Здесь мы обычно обозначаем проблему, предполагая, что это только гипотеза. Потом мы идем общаемся с людьми, желательно не с двумя и не только с друзьями или с мамой, которая нас хвалит, а вообще, в общем-то, не только даже с ЦА, но, может быть, ну, с нашей аудиторией, может быть, с какими-то неординарными сегментами, которые будут очень жестко нас критиковать. Это неприятно всегда. Потом мы ставим какую-то гипотезу об оптимальном решении, создаем упрощенный вариант этого решения, снова идем к людям, смотрим, как они этим пользуются, какую обратную связь дают, анализируем какие-то показатели, дорабатываем варианты или, может быть, понимаем, что мы вообще движемся не туда. И стоит признать, что никакой проблемы и нет. Вот это, собственно, продуктовый подход в таких семи пунктах. Если его расписывать длиннее, то легко может получиться и 173 пункта, но наша цель, как обычно, упрощать. И помним мы о том, что для решения проблемы, альтруизма и денег, конечно, недостаточно, очень нужны мозги и эксперименты. То есть даже если у нас все хорошо с ресурсами и нам кажется, что мы понимаем, все это нужно ставить под сомнение. Соответственно, MVP – это некий такой король продуктового подхода, это минимальный жизнеспособный продукт, который мы создаем, чтобы проверить, насколько то, что мы задумали, нужно рынку или нужно обществу. В общем, кому угодно. Может быть, даже это какой-то предмет типа будки для нашей собаки во дворе, но она, допустим, не хочет жить ни в какой будке. Соответственно, зачем делать MVP, чтобы в итоге создать востребованный продукт и чтобы все были счастливы. Почему так важно делать MVP? Потому что интервью пользовательские, или вот каздевы, как их мы называем, обычно в продуктовой среде, они тоже врут. Даже если нам 40 человек сказали, что да, ребята, вроде бы эта проблема есть, даже если вопросы были правильные, интервью было проведено с всеми нужными метриками и, в общем, все было сделано четко, это еще вообще не показатель, что проблема действительно существует. И, конечно, мы можем ошибаться в решении. То есть после интервью мы придумали решение, а оказывается, что все будет идти как-то не так. Даже если мы очень давно в сфере, 30 лет, эксперты и вообще все знаем лучше всех. Я не знаю, напишут ли в чат, было бы приятно. Мне кажется, что вот настольная книга по MVP для НКО, это книга «Умба благо» Уильяма Макаскиса, он написал такую интересную книжку. Вот если вы ее читали, то напишите, пожалуйста. Может быть, не стоит подробно на этом останавливаться, хотя, наверное, все-таки пройдусь. То есть книга как раз о некой разумной благотворительности, о том, что нам иногда кажется, что мы распорядимся своим долларом очень разумно, поможем кому-то, а оказывается, что мы даже только навредим. И, собственно, в этой книжке очень много примеров того, как общественные организации, благотворительные организации, ученые ставили какие-то гипотезы, создавали продукты, а оказывалось, что они не нужны или работают как-то не так. Например, знаменитый очень такой случай, когда какой-то человек в Африке, по-моему, это англичанин или американец на пенсии, будем, как обычно, рассуждать вот так. В общем, человек с деньгами решил, что он полезен обществу, купил насос, насос представлял собой конструкцию в виде карусели, нужно было все время его крутить, дети будут играть, домохозяйки будут счастливы, потому что все время будет вода. Эту программу раскатали на одну точно страну, ее поддерживали селебрити американские, ее поддерживало правительство. Оказалось, что насосы, во-первых, все время ломаются, их невозможно чинить нормально, во-вторых, чтобы было КПД сопоставимо с обычными насосами, нужно было их крутить 24 часа в сутки. Ну и, конечно, были еще побочные эффекты, что дети падают, голова разбивается и так далее. В итоге, собственно, целевую аудиторию самих пользователей этого насоса никто не спросил о том, нужен ли он им в каком-либо виде. Соответственно, оказалось, что миллионы долларов, может быть, десятки или сотни, я уже точно не помню, были потрачены на какие-то насосы. Из благих побуждений абсолютно проблема действительно была, но какая-то другая история с глистами. Это тоже известный случай, когда дети в Африке не ходили в школу и всячески пытались их поощрять деньгами или, может быть, пытались упростить литературу. Оказалось, что просто нужно провести небольшую программу с дружбой, с фармацевтическими какими-то компаниями, дешевую, и очень сильно увеличилось посещение школ. Другие примеры в книге тоже есть. Например, врач в Англии хотел поехать в Африку, решил почитать исследование на тему, а сколько же за жизнь спасает врач. Оказалось, что нет достоверных исследований этого всего. И он, в общем, провел довольно подробно в книге расписанное изыскание, посчитал экономику и понял, что будучи просто квалифицированным врачом в Англии, который очень хорошо жертвует деньги, он спасет намного больше жизней, чем если он поедет в Африку. А в Африке он еще и отберет работу у какого-то человека, который не сможет поехать в Англию, чтобы быть там врачом. Ну и, собственно говоря, вот разные примеры в этой книжке есть. Мне кажется, это самое, что ни на есть MVP для НКО, для благотворительности. Сравниваются помощь Гаити и Японии, когда одни и те же деньги при жертвах в 10 раз больше на Гаити переводились просто потому, что совершенно разный уровень шума был об этих событиях. А при этом Японии деньги-то и не были нужны, у них все прекрасно с деньгами. Соответственно, Гаити недополучила. Ну и, в общем, всякие другие такие штуки вы, пожалуйста, если не читали, прочитайте, мне кажется, вам поможете. Я поглядываю в чат на комментарии с телефона. Окей, в общем, я бы сделал такой вывод, что человек предполагает, а MVP располагает в итоге, что у нас получится. Поэтому всегда создаем что-то маленькое и смотрим, как оно будет работать. В IT-среде есть такая устоявшаяся мысль, что MVP – это некая урезанная версия продукта. Что вот мы, предположим, решили сделать Airbnb изначально и делали бы не то действие, которое сделали основатели, покупали бы матрас, а прям спроектировали бы примерно на салфетке хотя бы сервис, потом бы отрезали бы от него какие-то функции и пошли бы сделали вместо 100 функций 2. Вот это у нас типа MVP. Но на самом деле это не так, все еще гораздо проще и минималистичнее. MVP – это, по сути, наше подтверждение на практике, что проблема вообще существует. То есть это какое-то минимальное решение, а не прототип, и уж точно это не первая версия. Нам вообще не обязательно совершенно какие-то бюджеты значимые, даже иногда вам вообще не нужны никакие бюджеты, чтобы проверить продуктом каким-то минимальным, а вообще работает то, что мы задумали или нет. Ну и вот несколько примеров я выписал MVP. Например, это продажа товара через социальную сеть вместо интернет-магазина. Ну, всем, я думаю, знакомый пример, когда мы начинаем просто как какой-то аккаунт в Инстаграме продавать в шапке, предположим. Или, например, это шаблон в Google-таблицах вместо CRM или какого-то финансового инструмента. Это могут быть консультации в чате разных специалистов вместо платформы. Мы все знаем, что в последнее время популярны разные платформы, но очень часто они тоже начинались с каких-то межличностных коммуникаций. Это может быть какая-то почтовая рассылка. Например, нам не обязательно делать Авито или Авиасейлс, даже если нам кажется, что, например, отличная идея сделать Авито для антикваров. Ну, есть такой проект уже, но когда его не было, можно было бы подумать о том, что первый спрос мы проверяем все-таки рассылками, какими-то минималистичными, совершенно другими способами. Это может быть платный вебинар. Вот сейчас каждый второй, наверное, человек, который имеет какие-то компетенции, делает онлайн-курс, хотя уже, к моему сожалению, наверное, нет. Мода немножко проходит. Но абсолютно здоровая вещь сначала сделать один вебинар или сделать какое-то мероприятие, или запустить тоже серию консультаций вместо того, чтобы делать курс. Ну или, например, знаменитые приложения по медитации, их очень много. Можно тоже сначала проверить, а вдруг наши медитации зайдут лучше, но целый сервис для этого создавать совершенно необязательно. Есть такая знаменитая формула, в общем, я думаю, вы ее могли уже встречать, продуктовая. Мы, компания или там организация X, помогаем клиентам типа Y в ситуации Z решать проблему с помощью чего-нибудь и получать какую-то ценность. Вот это такая основная формула, по которой мы действуем. И если у нас где-то здесь есть с вами пробелы, возможно, мы пока плоховато подумали. Нужно подумать еще. После этого, соответственно, мы генерируем какие-то гипотезы о том, что будет в MVP. Мы выбираем какой-нибудь один вариант, описываем и разрабатываем, как мы будем решать. Ну, предположим, это будет рассылка или чат. Потом мы создаем список каналов привлечения аудитории, запускаем какие-то тесты на один сегмент, делаем выводы и тестируем дальше. То есть такая довольно, можно сказать, рутинная работа, если ее требуется повторять раз за разом. Но, как правило, она, конечно, интересная. Она только в схеме выглядит так довольно скучно. Соответственно, давайте резюмируем ошибки. Мы можем пытаться продумать весь продукт заранее и вырезать его до MVP. Это уже ошибка. Мы можем стремиться сделать очень красиво. И вообще, это, кстати, частая история к продуктам, такой подход в России. Давайте делать красивее, чем у соседа. Давайте вот у него хорошо, но мы сделаем лучше. То есть не копируя даже, а вот изначально у нас такой настрой, что мы видим пробелы и пытаемся их устранить. В то время, как, например, в Америке или в Азии чаще всего просто копируют рабочие. Это же уже работает. Зачем нам создавать что-то с нуля? Но в целом у нас есть такая черта. Мы, видимо, склонны к красоте, к эстетике. Это хорошо, но в данном случае это нам иногда портит жизнь. Еще одна ошибка проводить один или два теста. Например, мы с вами сформировали какую-то гипотезу, сделали какой-то продукт, не пошло, и говорим, ну все, собственно, понятно, никому это не надо. Но на самом деле мы не охватили гигантское количество сегментов или, может быть, нужно было по-другому, не рассылку, а чат, например, запустить. Ну и после того, как у нас даже все получилось, мы думаем, что все, продукт востребован, делаем большой сервис, тратим 100 миллионов рублей на него, все точно пойдет. К сожалению, нет, нам придется постоянно проверять себя на адекватность, строить новые гипотезы, смотреть, как это все будет работать. Так, резюме. Мы ставим эксперименты, подтверждаем их или опровергаем. И даже если кажется, что все и так получится, особенно в этом случае, мы помним, что мы в некотором роде с вами ученые, и все ставим под сомнение и проверяем. Как-то вот так. Я что-то как-то быстро, мне кажется, разогнался, хотя в принципе нет. У нас еще с вами одна тема. Если есть вопросы, вот сейчас по MVP, применительно к НКО, я постараюсь на них ответить. Илья, спасибо большое. Я так понимаю, что мы еще продолжим дальше разговор. В чате пока вопросов нет, но я тогда задам свой вопрос. Можешь ли ты привести какой-то пример вот такого MVP для НКО, как бы ты, например, видел, что бы это могло быть? Ну, здесь сложно сходу сказать, потому что очень разные проекты в НКО бывают, очень разные аудитории бывают. Поэтому, конечно, на каком-то примере... Ну, кстати, если потом будут вопросы тоже какие-то, я думаю, что я смогу найти время и ответить, как-то помочь. Но в целом мы помним о том, что у нас есть всегда какая-то коммуникация и какие-то каналы этой коммуникации. Как правило, это либо интернет, либо оффлайн. И все, что мы делаем в рамках MVP, оно крутится вокруг людей. Ну и вот, соответственно, все инструменты, так или иначе, они будут, скорее всего, какие-то связывающие одних людей с другими. Либо нужно ногами куда-то прийти, либо нужно просто куда-то по ссылке там перейти и ответить. Поэтому, ну, вот такой не очень, может быть, полезный ответ, но... Вот, например, взять там у ресурсных центров есть, например, там онлайн-дайджест всегда или там онлайн-рассылка новостей для клиентов там некоммерческих организаций. Вот можем мы как-то обсудить вот этот продукт с точки зрения MVP? Ну да, если мы говорим про дайджест и вообще про любую такую стартап-активность, конечно, нам нужно понимать, о чем мы пишем. Естественно, мы запускаем опросы. Естественно, чем больше мы получили комментариев, чем просто галочек и чекбоксов, тем лучше, чем легче нам. Естественно, что мы вообще к проектированию этого всего, дайджест делается для кого-то, мы должны максимально каким-то образом привлекать этих людей. Часто все эти рассылки вырастают сначала из каких-нибудь чатов. Просто мы видим, что в чате стихийно у нас столько вопросов разных, ну, или идут параллельно. Собираем их, расставляем приоритеты. У нас там было 40 запросов на это, 30 на это. Как Сережа уже рассказывал, есть разные способы оценки, мультипликаторы. Мы понимаем, что у нас есть 100 запросов на какой-нибудь очень сложный вопрос, который мы будем 3 месяца прорабатывать. То есть, ну, тоже вопросы про MVP. И есть там 5 тем сильно менее популярных, зато мы завтра про них можем рассказать. Вот. И мы выбираем, соответственно, их. А если говорить про инструментальную часть, конечно, там у нас уже включаются рассылщики. Автоматические это рассылки или ручные. Естественно, все лучше делать вручную. Например, есть такой знаменитый кейс, когда Facebook решил запустить какую-то интеллектуальную систему. Искусственный интеллект должен был, я точно не помню всех нюансов, но, в общем, предполагалось, что искусственный интеллект как-то там работает над рекламными кампаниями. У этого большой рынок потенциальный, можно много чего автоматизировать, но, естественно, писать такой софт очень долго и дорого, даже для Facebook. И они просто сделали вид, что у них есть этот компьютер, искусственный интеллект. Они посадили там 30 человек, которые за 2 месяца поняли, что продукт вообще не пользуется спросом совершенно. Они там изображали, что компьютер генерирует все эти варианты, ответы, работает, и закрыли проект, потому что оказалось очевидно, что он не востребован. Есть другие успешные примеры, когда люди, наоборот, запускают сайт, описывают продукт, продукта еще не существует вообще, и собирают заявки. Иногда для подтверждения, что все хорошо, все работает, даже включают форму оплаты, видят, что у нас было там 100 оплат, то уже хорошо, или там 100 тысяч оплат, даже бывает и такое. И говорят, ребята, извините, пожалуйста, мы вам деньги возвращаем, продукта еще нет, но мы обязательно вам расскажем, когда он появится. То есть, по сути, мы можем симулировать продукт с точки зрения какого-то визуала, так часто делают IT-проекты. В принципе, наверное, примерно такой же подход теоретически мог бы быть и в НКО. Зависит от кейса. То есть, если мы говорим о каком-то сервисе, помощи людям, нам нужно понять, а сколько же у нас будет заявок. Ну, я не знаю, предположим, это там сфера ЖКХ, ремонт дорог, или все что угодно. И, по сути, наша основная задача собрать фидбэк. И для этого нам не нужно делать продукт и показывать его, что он работает. Я понимаю, что есть еще грантовая история и там свои всякие особенности, но, в принципе, даже заходить на грант можно уже более уверенным с каким-то проверенным спросом. Это не будет очень дорого. Спасибо большое. Тогда двигаемся дальше. Пока вопросов нет, если появится, то мы... Хорошо. Тема немного посложнее. Я думаю, что если все устали, то будет чуть-чуть сложнее, но ничего. Собственно, про расчеты. Я решил рассказать сегодня про юнит-экономику на пальцах. То есть юнит-экономика – это такая известная вещь в мире продуктов, в мире стартапов. По ней существуют различные длинные курсы, годичные, от Яндекса и много от кого еще. Но наша задача сегодня ее максимально упростить. Вообще, для чего мы что-то считаем? Казалось бы, банально, но нужно держать это в голове. Оцениваем результаты, понимаем, как повысить эффективность, и иногда в своих расчетах-подсчетах обнаруживаем что-то интересное, строим какие-то новые гипотезы. Как считаем? Здесь важно помнить, что человек, который погружается в мир цифр и формул и всяких расчетов, типа конверсии и прочих-прочих показателей, он обычно пугается, теряется, формул очень много, и самое главное считается только самое важное. Выбрать каких-нибудь две-три метрики, считать только их, и на остальное просто вообще не тратить времени. Со временем оно все, может быть, обрастет другими показателями, другими формулами. Важно заранее спроектировать, какие данные мы записываем автоматически или вручную собираем. Может, какие-то опросы. Предположим, мы хотим знать, что сколько-то людей заинтересовано в чем-то, или там им что-то конкретное понравилось, но не спросили об этом заранее, потом мы это не посчитаем. Ну и, соответственно, простые вещи, выбираем какие-то таблицы, CRM или систему аналитики, Яндекс.Метрики и так далее, и какие-то, соответственно, делаем выводы после этого. Вот если показать формулу из классического какого-нибудь подсчета юнит-экономики, это выглядит вот так, это все ужасно, страшно и вызывает обычно вот такую примерно реакцию людей, когда они смотрят на большие цифры, какие-то большие данные. И вот чтобы так не существовать, как вот этот вот динозавр, мы, собственно, с вами всегда помним про две простые вещи. Вот юнит-экономика на пальцах, да, это две величины. Первое – это стоимость привлечения клиента, и второе – сколько денег нам он принес. Применительно к НКО, наверное, это больше всего понятно на примере донора, что мы потратили миллион, чтобы привлечь кого-то, кто-то нам принес тысячу. Я думаю, в НКО, наверное, нет таких кейсов, хотя, может быть, и такие бывают. Почему это вот такими аббревиатурами называется Custom Requisition Cost и LTV? Потому что все, как обычно, пришло с Америки, а дальше оно в неких международных стандартах существует, и чтобы, например, китаец и русский и американец договорились, им нет смысла изобретать какой-то еще один язык, поэтому тут, простите, это выглядит так, и обычно так это и называют. Чаще говорят кэк, иногда говорят как в России, есть даже большая онлайн-компания, которая говорит плохие каки, это значит, что они не смогли из рекламы привезти людей за хорошие деньги, и вот у них плохие каки, значит, из контекста, например, человек стоил 20 тысяч, не подходит, дорого. А LTV – это lifetime value, то есть сколько денег принес нам клиент за всю жизнь, как бы, за жизненный цикл, но понятно, что как мы не знаем, сколько мы проживем, так мы не знаем, сколько с нами проживет клиент, вот, поэтому LTV обычно считается на момент, то есть просто всегда держим в голове, что за сколько-то мы кого-то получаем. В стартапах, в технологических продуктах это такая необходимость, чтобы расти, чтобы привлекать деньги, и поэтому хочешь, не хочешь, и люди учатся это считать. В бизнесе, вот у меня было, допустим, диджитал-агентство, казалось бы, возле IT и все такое, но мы не считали стоимость привлечения, мы считали просто расходы на продажников, расходы еще на что-то и доходы. А не считали зря, потому что если бы считали, мы могли бы понять, что же эффективно. Может быть, мы просто действуем вообще не так, как стоило бы. Здоровая юнит-экономика. Обычно можно встретить такое соотношение, что вот если у вас клиент, например, привлечь его стоило, ну или донор, стоило тысячу рублей, он вам принес три тысячи рублей, то это очень-очень хорошо. Вот. Соответственно, на самом деле, если же у вас таких клиентов дальше будет тысяча, то скорее всего они вам будут обходиться дороже. Поэтому здесь надо помнить, что если в каком-то канале вам один клиент обходится дешево сейчас, то не факт, что он будет обходиться дешево дальше. Итак, как считать это все? Подробнее, наверное, сейчас не буду вдаваться в какие-то дебри, хотя тут и так все очевидно, но формул очень много. Если будете смотреть в интернете какие-то формулы, смотрите вот самые простые. Они на старте будут лучше всего для вас. Кэг считается так, затраты на привлечение пользователей делим на количество пользователей. В LTV смотрим, какая у нас валовая прибыль или выручка и делим ее на количество пользователей. Все это считаем в рамках какого-то канала одного и за какой-то конкретный период. Валовая прибыль. Здесь я бы вам рекомендовал просто сначала считать выручку. Валовая прибыль – это что? Например, вот у нас мы потратили на привлечение клиента деньги в рекламе, еще поддержка с ним пообщалась, или там колл-центр. И еще он там на старте и какие-то ресурсы у нас съел. И вот мы должны считать в рамках инвестиционных стратегий вот так. Но проще можно посчитать выручку. То есть клиент нам принес сколько-то денег и вот допустим у нас был один продажник, у него было там 30 таких клиентов за месяц. И все. Вот упрощать, считать вот хотя бы так. Хотелось сегодня немножко остановиться на том, как на каких-то таких базовых принципах, как можно снизить стоимость привлечения клиента. Здесь нужно помнить про три вещи. Во-первых, кому мы продаем, где мы им продаем и как. Бывает так, что нам кажется, что у нас вообще все в жизни хорошо, мы уже понимаем, кому как надо продавать и сколько это стоит, но зачастую нужно откатиться на шаг назад и окажется, что мы просто где-то не смотрели, у нас там гигантский океан клиентов и стоят они сильно дешевле оказывается. Но мы просто, не знаю, не любим их изначально почему-то или не подумали про них. Есть какие-то разные в общем способы подхода к этому ко всему. В жизни, как правило, мы не приходим и вот так вот по порядку не идем, но если начинать с нуля, то, конечно, мы сначала сегментируем свою аудиторию, смотрим, насколько они зрелые для того, чтобы сделать пожертвования, например, донат какой-то или коммерческий продукт купить, сколько они нам могут денег принести, такой вполне нормальный здоровый подход, потому что все-таки тратим мы, скорее всего, на тех, кто принесет миллион или на тех, кто принесет 100 тысяч, часто сопоставимые деньги в рамках наших ресурсов. Смотрим, какие-то могут быть отрасли наиболее нам интересные, думаем, кто там лицо, принимающее решение, далее выписываем все возможные каналы, как мы думаем, это, как правило, какая-то гипотеза, они потом дополняются, проверяем каналы, смотрим, какие у нас есть, значит, метрики, временные границы этого всего, считаем эффективность каждого канала, ставим дальше гипотезы по увеличению конверсий в эффективных каналах, ну, в общем, логика ясна, то есть мы ищем что-то, где клиенты нам дешевле обходятся и приносят дороже денег, больше денег, прошу прощения, и, соответственно, эффективность, она вот каким-то образом всегда вокруг этого строится. Так. Идеальная картина, привлекаем пользователя за 3 рубля, получаем от него 15, ну, или там, 45, просто вкидываем денег в тысячу раз больше, и у нас получается результат в тысячу раз круче. Как правило, как я уже говорил, такого не бывает, потому что чем больше мы привлекаем людей, тем нам дороже, но вот в целом все юнит экономика это вот про это. Если вы сделали какой-то коммерческий продукт, приходите и на салфетки инвестору говорите, смотрите, у нас вот такой-то продукт, пользователь стоит столько, это приносит столько денег, в принципе, не важно, чем вы занимаетесь, скорее всего, вам скажут, вот вам телефон, перезвоните, пожалуйста, как можно скорее, вот и все. Все большие какие-то продукты, которые выстреливают, они вот просто по вот такой логике умеют расти. Больше там нет каких-то секретов, остальные всякие вот эти фишечки вокруг кнопочек или там еще каких-то штук для пользователей приятных, они по сути уже не так важны. Немножко о том, как мы повышаем выручку от пользователя. Здесь, наверное, все банально, но хотелось бы все равно про это тоже проговорить лишний раз. Мы всегда теряем людей, всегда теряем доноров, всегда теряем клиентов, есть некий отток. Его тоже следует считать, следить и каким-то образом стараться, конечно, уменьшать, потому что привлечь новых клиентов всегда дороже, чем, в общем, всем в этом плане все понятно, я думаю. И, конечно, есть некий размер поступлений, тоже можно на него каким-то образом влиять, поддерживать на определенном уровне или увеличивать. Отток считается просто, обычно берется какой-то период, мы делим ушедших пользователей на всех пользователей, если просто считаем отток за все время, либо мы смотрим, что у нас в мае пришло 100 пользователей, потом 30 было новых в июне, всего же в июне их почему-то было 125, сюрприз, почему? Потому что 5 ушло. Ну и мы, соответственно, по нехитрой формуле понимаем, что у нас отток за какой-то период был 5%. Есть разные всякие метрики успешности для стартапов, какой отток адекватен, какой нет, но вообще нет никакой универсальной здесь цифры, все ситуативно, но, конечно, пугающие цифры оттока 50 или 70 процентов, ну, очень знакомая мне история, может быть, она просто потому, что, вот предположим, вы занимаетесь чем-то, что завязано на бизнесменов. Бизнес, в принципе, разоряется, банкротится, и для вас это может быть даже и нормальный отток. Как уменьшить отток и увеличить поступление? Ну, первое, самое очевидное для всех, я думаю, это подписка. Лучше, чтобы нам тысячу рублей платили ежемесячно, чем миллион на один раз занесли, хотя, тут я бы еще подумал, да, 10 тысяч, окей. Подписка организуется всяческими разными инструментами финансовыми, инфраструктурными, я думаю, здесь многие из вас знают, что это очень важно. Соответственно, все, подписка очень сильно снижает отток, просто потому, что кто-то, может быть, и рад бы нам заплатить, он просто про нас забыл, или у него, например, карточка сменилась, отвязалась, ну, и какие-то вот такие вещи. Соответственно, следим за подпиской. Коммуникация. Здесь тоже, казалось бы, ничего такого выдающегося и нового, но сколько и как мы общаемся с теми, кто нам платит, как мы реагируем на их пожелания и вообще собираем их пожелания заранее. Вот это очень важные вещи, которые позволяют сокращать отток в всяких SaaS-сервисах, в IT-проектах, но я думаю, что здесь тоже можно как-то подумать и в рамках НКО, что с этим можно сделать. Соответственно, есть некие пожелания, опросники, есть какие-то регулярные сообщения об анонсах с благодарностями, с полезными материалами, в общем, какой-то контакт. Можно, конечно, приглашать клиентов, приглашать доноров, проводить с ними какие-то даже мероприятия, ну, если это кто-то очень важный. Я так сейчас фантазирую, простите, может быть, мою непогруженность в сферу НКО, но я думаю, что тут можно найти какие-то интересные способы. Ну и, конечно, третий пункт выглядит самым банальным, но вот в жизни он очень часто не применяется. Если мы тратим значительно больше денег на привлечение, мы зачастую значительно больше и получим. Приведу пример. По какой-то причине мы думаем, что клиент из контекстной рекламы или таркета должен стоить нам тысячу рублей. Ну, потому что вот мы привыкли, что он стоит тысячу рублей. А оказывается, если поднять в аукционе до трех тысяч, у нас сразу же охваты выше и клиенты лучше и платежеспособность больше. И все. То есть мы всегда всю жизнь стараемся срезать расходы, такая есть прошивка, а иногда их нужно увеличивать сознательно и, может быть, даже в разы. И в разы получить больше денег. Вот такая незамысловатая история. Ключевые мысли. Кэк и ЛТВ это две ноги продукта, то есть стоимость привлечения и то, сколько нам клиент принес денег. Они позволяют нам прогнозируемо расти, достигать результатов, брать новые гранты, инвестиции принимать или свои вкладывать деньги. Если мы понимаем сегменты именно, какие вот сегменты аудитории дают нам больше денег, как они нас растят, то мы уже большие молодцы. Все время привлекать новых пользователей дорого, сложно, это сложнее, чем удерживать текущих. И вообще считать это интересно, главное не усложнять, когда вы видите кучу формул, не пугаться, но всегда вообще считать. Даже если кажется, что считать не надо и вообще экономика сходится по предприятию, юнит экономика, она вот чем и хороша, что она позволяет увидеть, а как же нам расти. Все. Вопрос. Илья, спасибо большое. Переходим к вопросам. Я точно думаю, что леса рук сейчас не будет, потому что тема, которую вы с Сережей нам рассказали, это вот то, что надо как бы пережить, попробовать руками, наверное, посчитать, только тогда сформулируется какой-то вопрос. Ну вот у меня есть вопрос, потому что мы некоторыми моментами уже занимались в разработке продуктовой линейки и обсуждения продуктов. вот все-таки есть ли, например, уже у вас сформировалось ли какое-то мнение, какой вот основной канал для коммуникации, например, для продажи какого-то продукта. Все-таки можем ли мы говорить, что сейчас это интернет или нет, или может быть для каких-то продуктов все-таки так и остается сарафанное радио, которое, может быть, приведет таких самых дорогих клиентов. Ваше мнение по этому поводу. Ну, мое мнение, как человека из интернета, конечно, должно быть такое, что интернет лучше всего на свете работает, но я могу сказать, что привлечение инвестиций, сколько-нибудь значимых в миллионах долларов и выше, оно, как правило, все-таки происходит из какой-то межличественной коммуникации, начиная от совместного сплава по реке или там, не знаю, любых других активностей. Я в целом здоровая жизнь, поэтому у меня одни активности, у других людей другие. Вот. Как будто бы нет однозначного ответа никогда. То есть, конечно, если мы говорим про какую-то личную коммуникацию, про каких-то больших доноров, я думаю, личное общение, вот этот вот контакт, тем более после пандемии и прочих всяких разных сюрпризов, всем хочется, как будто бы сейчас оффлайна. Я вижу больше тренда на возвращение оффлайн-конференции и всего такого. Но здесь, как мы говорим, есть разные каналы. Предположим, у нас есть 70 доноров, с которыми важно здороваться, за ручку каждые три месяца, общаться, им же что-то слать интересное в интернет, это такой смешанный формат. И есть все остальные. При этом по выручке, по доходности, по вложениям они у нас могут быть совершенно в разных пропорциях. Поэтому я бы скорее здесь смотрел не по оффлайности и онлайности этих людей, а вообще более широко. То есть, что это за люди, кем они работают, сколько у них есть времени, потому что вполне может так оказаться, что крупный донор не имеет вообще никакого времени в оффлайне, но он почему-то не понял, что в онлайне есть удобный инструмент для того, чтобы подписаться и донатить. Ну, предположим, Яндекс.Такси, которое с каждой поездки списывает на благотворительность деньги, это очень удобный способ и понятный. И многие люди просто не задумывались про это, или у них был какой-нибудь страх, например. Так что вот я бы сказал, что каждый кейс индивидуальный, нет здесь какого-то победителя. Ну, то есть, мы анализируем все возможные каналы, пробуем их, тестируем, определяем, какой канал нам приводит большее число клиентов, и тогда уже, например, начинаем использовать его как основной и вкладывать ресурсы в продвижение в рамках вот этого канала коммуникации. Ну да, здесь нужно просто помнить, что по сути любой продукт и проект это вот либо такая вера слепая во что-то, либо некий научный подход. И чаще всего мы склонны, когда мы набираем экспертизы все больше и больше, думать, что мы и так все знаем. Но ученые, как правило, они тоже иногда так ошибаются, мы знаем, что выходит опровержение на статьи, плохие всякие исследования проводятся, двойные слепые оказываются какими-нибудь недвойными, слепыми и неслепыми, ну и так далее. Но в целом, конечно, те подходы, которые вот в книжке, про которые говорил, ум во благо, как раз очень четко, мне кажется, описывается, что гигантская отрасль помощи людям с большим альтруизмом, с благими намерениями изначально оказывается часто пшиком, ровно потому, что просто не позвали каких-то ученых. Там есть примеры в книжке, когда пришел какой-нибудь, даже может социолог, может быть, не физик, и просто чуть-чуть с другим мышлением показал, а как же, ребята, оказывается, нужно просто от глистов детей лечить, а не книжки проще делать и не один доллар за посещение школы платить. Поэтому весь продуктовый подход в заповедях, наверное, это помни, что ты, возможно, не прав, наверное, какая-то основная такая гипотеза, и там тестируй все на практике. И когда делаешь выводы, помни о том, что ты должен доказать эти выводы. То есть тоже частая ошибка, мы что-то видим и думаем, что ага, это произошло, потому что вот так. А оказывается, это надо тоже доказать, подтвердить. Наверное, у меня на этом пока все. Спасибо большое. Илья, спасибо большое. Это действительно ваш последний тезис. очень актуален для работы некоммерческих организаций тестировать все, проверять все и доказывать, в первую очередь, даже, может быть, самим себе подтверждать, что ваши выводы были верными и ваша помощь, поддержка, продукты, услуги будут востребованы целевой группой. Спасибо большое. Коллеги, мы с вами уже пятый час в эфире. Это мы уже практически бьем рекорда онлайн-марафонов. Спасибо вам большое, что вы сегодня вместе с нами были. Я хочу поблагодарить в первую очередь фонд президентских грантов, благодаря которому наше мероприятие сегодня стало возможным. Спасибо за оказанную поддержку и доверие и за возможность нашей работы и нам вместе сегодня с вами встречаться. Я хочу поблагодарить спикеров сегодняшнего нашего мероприятия, которые поделились своим опытом, рассказали о своих услугах, продуктах, познакомили нас со своей работой. Это действительно важно, чтобы мы друг про друга узнавали, чтобы мы друг с другом взаимодействовали и работали как раз для того, чтобы инфраструктуру нашего сектора дальше улучшать и повышать ее качество. Я хочу выразить слова благодарности команде Благосферы. Спасибо вам большое, что вы сегодня были с нами и сопроводили технически наши мероприятия, наши события. С вами всегда надежно и спокойно. Надеемся, что мы дальше также продолжим вместе работать. Коллеги, сегодня мы тогда завершаем нашу работу. Запись эфира будет на канале Центра социальных технологий Гарант в Ютубе. Запись также будет опубликована на сайте Силы Вместе и мы обязательно поделимся итогами этого марафона в нашем телеграм-канале Ресурс для ресурсных центров. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наши ресурсы, будьте в курсе наших новостей и остаемся с вами на связи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok